Всем привет, я Василиса. Сегодня мы приехали в порт Анталии. Вообще сегодня у нас с вами будет прогулка по Анталии. Будет интересное путешествие. Думаю, там много очень видео вы уже видели или слышали об этом. Но все равно, я думаю, будет очень-очень интересно. Поэтому остаемся вместе и смотрим видео. Тут уже уговаривают нас здесь на лодочке покататься. А сколько стоит? Спроси его, ради интереса. Там дальше пойдем. Сергей, это наш друг, который живет в Анталии. Сейчас мы вас спросим, сколько он предлагает. Зазывал здесь, конечно, ну очень много. Они на каждом шагу буквально. Туристов, кстати, мало здесь. 33 градуса сегодня. Хотя было и 40 градусов. Есть ресторанчики здесь. Ну, в общем, это такая огромная достопримечательность. Итак, загрузились мы на 1, 2, 3, 4 взрослых двое детей. 30 лир. Такая лодочка. Сейчас я сделаю маленький обзор. Сейчас подойдут еще люди. Но я не знаю, сколько будет людей. Но видите, вот они плавают, кораблики. Ой! Чуть не упала. Вода, кстати, здесь очень чистая. Я всегда это замечала. Она действительно очень-очень чистая. Люди приходят, они вот так же ловят их. Но вы видите, что не так уж и много людей. Смотрите. Заманивают всевозможными статуэтками какими-то, там, дельфинами, человекоподобными существами какими-то. Лодки все старые. Есть такие прям совсем старые, как пиратские лодки в этом порту. Ну, в общем, интересно. Я, кстати, никогда не ездила здесь на общественных лодках. Я вам в Дуден-парке уже рассказывала, да, что можно поплавать. Ну, вот на четверых 30 лир. Но это договорился местный. Я не знаю, как это возможно за такую цену, но это на лодочках. Ну, возможно. Вообще здесь наверху есть и внизу есть место. Итак, мы отчаливаем от порта Анталии. Так он примерно выглядит. Постально отходят лодочки. Вот 30 лир на четверых вышло. Говорят, даже можно за 5 лир где-то устроиться очень хорошо на вот такой лодочке. Кажется, она деревянная лодочка, но такая есть. Вот капитан здесь рулит нам. Здесь второй еще этаж есть. Ну, нагрузилась. Не знаю, человек 10 максимум нагрузилась. Полиция. Вот там есть паркинг. Тоже он там стоит 3 лиры, что ли, что-то в этом духе. А вот и водопад. Первый, который они рассказывают, что здесь есть водопад. Кстати, лодку можно взять и отдельно. Стоит она, ну, не знаю, от 300, по-моему, долларов до 1200. То есть, вот я узнала, если есть, значит, на полдня, где-то с 4 до 8, грубо говоря, она будет стоить дешевле. Либо если с 10 утра до 4 вечера, она, по-моему, там стоит 1200. Очень хорошая лодка. Очень хорошая, качественная. Самое интересное, что для... Как я говорю, да, до большого полхана не доплывет. Вот это точно. Самое интересное, что вот возле порта, да, в центре Анталии, вот такие берега. И люди настраивают здесь сверху. И спускаются вниз по лестницам, делают лифты от гостиниц. Чтобы подойти к морю, чтобы можно было плавать. Вот в отличие от нашей той местности, где есть огромный пляж, здесь видите, какие берега. Смотрите. И каждая гостиница старается пристроить себе какой-то выход к морю. Вот, допустим, как здесь. Красивый кораблик, который там с нами плавает. Он, как, не знаю, как алые паруса, наверное, в сказке. Очень красиво. Его тоже можно арендовать. Вот он вместе с нами выезжал. Сегодня нам не сильно повезло. Видите, такая дымка. Потому что жарко очень. И дымка есть некая в Анталии. Огромное количество домов. И оказывается, в Анталии полтора миллиона жителей. Полтора миллиона. Видите, вот как они строят? Вот. Это просто заброшенное место. Но вот примерно так выглядит место. Выход к морю у отеля. Подслойник в водопадику к маленькому. Прям вот. Прям в него уперлись. А та лодочка, она прям под ним. Как здесь просладные. Прям над нами пальмы. Игур кафе Бенардок. Что-то такое. Вид снизу. Там гротики очень мило. Вот ясный. Абориген застрял в черном человеке. Где? Точно. Сидит прям здесь. А как он туда забрался? Боже мой. Как туда можно было забраться? Видимо, здесь живет. Нам приостановили здесь. Как они не боятся так близко подплывать к берегу? Здесь же все-таки есть какие-то, наверное, ну, не видно, по крайней мере. Пещера. Как они не боятся? Прям вот камень. Вот сейчас рукой дотронусь. Обалдеть можно. Мама! И отдыхающие, которые сейчас была вот такой ржавой лестницей, сейчас спустятся и поплываются. Прям притык-притык они стоят, эти лодочки. Как они так паркуются? Ну, не знаю, мне лично обуял такой нереальный страх за детей, когда мы прям вместились в этот гротик. Это было нечто. Ну, смотрите, как они близко-близко друг к другу. Ну, лично я вам советую обязательно покататься. Это такая местная достопримечательность. И в Анталии не поплавать на яхте, это просто нереально. Если у вас ездить, конечно, на одну яхту, либо вот так хотя бы попробуйте такой общественной яхтой поплавать, я думаю, у вас стоит море впечатлений. Значит, мы должны вместиться вот в это маленькое расстояние. Сейчас они каким-то боком, смотрите, или меня с глазомером не тост. Они что-то двигают сейчас. Как они будут это делать? Ага, это значит, здесь штурвалят. Чуть-чуть они уже отталкиваются. Может, но турки, конечно, уникалы. Как он может завлезть? Гагатка. Смотрите, как они управляют яхтой. Ай, в принципе, попик, можно поцарапать свою лодочку. Осторожно, держите с ней. В принципе, да, попик, можно поцарапать. Из анталийских достопримечательностей, из турецких, дандурма, это мороженое. Да, это целый у него вот такой. Ярик, смотри. Козье молоко. Он еще его подкидывает на палки. Смотри, что творит. Смотри, что творит. О, смотри. О, ничего себе. Это достопримечательность. Обязательно подойти и купить дандурмы. Обязательно ее съесть, поесть. И посмотреть вот это шоу. Он будет крутить, как ты думаешь, еще? Или не будет уже крутить ее? Почему он постоянно должен вот это так вот месить его там? Как думаешь, там какой-то процесс есть? Да, вот это... Он мешает его, как бы, чтобы оно... Он постоянно должен так стоять и постоянно должен его месить по чему-то. Ууу, Ярик, смотри. Смотри, она растягивается это. Козье молоко. Смотри, как он его укладывает. Ничего себе. Это потому, что Козье, наверное. Ну, я не знаю, но оно всегда... Вот он с утра до вечера его месит. Ну, говорит Козье молоко, не знаю. Не верит. Это Сергей, наш гид. И он нам рассказывает про местности. Он помогает нам. Вместе с Андреем они давние наши друзья. Они здесь живут очень-очень много лет уже. Он проходит через какую-то машину, как бы, смешивает его. Вот, но потом, как бы, этого бывает недостаточно. И им надо его тоже перемешивать еще, чтобы не осталось никаких комков, ничего там, чтобы... Там тоже куски льда есть внутри, и это все он перемешивает. Ну, вообще вкусное. Соответственно, как бы, мороженое приобретает такой вкус. Смотрите, какие есть кораблики. Прямо, я даже не знаю, Посейдон, да, называется. Ну, есть скромненькие, конечно. Ну, те корабли, которые эксклюзивные, они приходят с Большого порта Анталийского. Итак, достопримечательность номер два я вам показала. Обязательно попробовать дардума, дандурма, мороженое. Оно действительно вкусное. Потому что на многих сайтах я читала, что оно невкусное. Оно очень вкусное. Не знаю, с чем связано, но людей крайне мало. Обычно их просто очень много. Зазывало, конечно, огромное количество. Даже в марте месяце мы здесь достаточно много раз были. Летом были огромные толпы, и в марте были тоже огромные толпы. Не знаю, с чем связано. Ну, вроде бы, вот Сергей говорит, что после обеда мало людей. После обеда, правда, мы не помним. По-моему, мы не были после обеда, но... И таких статуй тоже не было. Это у них новая какая-то фишка, по-моему. По крайней мере, раньше как-то не обращала внимания. Всегда, везде, кстати, очень много в Стамбуле. Можно почистить ножки. Вот человек сидит, и можно очистить ноги. Ну, в смысле, ботинки почистить, конечно же. В Стамбуле очень много таких людей. Прям на улице садятся, и вам начищают очень много. Это пользуется популярностью. А это местная достопримечательность. Они сырые, продаются. Ты можешь набрать в пакетик и лимончиком поливают. Они сырые, по-моему. Ну, по крайней мере, я знаю, что они сырые. Это улица, в которой очень любят туристы. Здесь можно купить все, что угодно. Особенно сумочки а-ля бренды наши. Причем можно купить идентичные. Конечно, они потом стираются. Это видно, что они настоящие. Но это будет потом. А, кстати, вот и первая сумка. А на данный момент, конечно же, здесь много очень. Ну, всяких брендов, а-ля брендов, видите? И хоть, ну, так, конечно, не понять, да? Надо только открыть. Но есть прям такие, которые очень-очень. Майкл Корс, посмотри. Похожие внутри, снаружи. Да, да, да. Ральф Лоран, вот новые. Какие еще марки. Здесь можно купить все, что угодно. Но надо быть с этим осторожным, потому что в Европе есть такие моменты, мне рассказывали, что штрафуют. И очень сильно большой штраф, когда какая люстрочка. Если у вас увидят, что вещь не настоящая. Еще есть приколов из таких, конечно же. Да, там кто? Собачка? Смотрите, сколько сувениров. Еще есть приколов, что в Европе, да, нельзя вообще их продавать. У нас знакомые собирались продавать, но так и не решились. Эти все подделки. Но, если узнают, то, конечно же, огромный штраф и огромное наказание очень-очень большое. Смотрите, Майкл Корс. Ничего себе. Кстати, в Карловых Варах есть такой магазин. Я в нем никогда не была. Но мне несколько человек говорили, что есть магазин подделок. Так, джинсы там многие покупают. Смотрите, они, кстати, сделают могут любую. Вау! Ничего себе! Стекло выбивает. Обалдеть! Ну, вот мне говорят, что в этом магазине очень хороший ролик продают. Так что, посмотрите, Омега даже есть. Какие здесь еще? Франк Мюллер, Патек Филипп. Патек Филипп, брат, там дорого. Да, в Стамбуле дорого, видите? Сколько обалденных вещей. Так что, так что, знаете. Ой, смотрите, какие симпатичные браслетики. Ну, я по-женски, всякие сувенирчики. Ну, в общем, здесь подделок, конечно, очень много. И никто никогда... Вау, какие джинсы! Ничего себе! Никто никогда не поймет, что у вас подделка зрительна. Потому что они так сделают. У них внутри в магазинах вас заводят. И там показывают, что они действительно точь-в-точь. Турция, конечно, славится коврами своими. Посмотрите, какое здание. Само по себе, оно уже очень красивое и интересное. Цена, не знаю, каждый ковер индивидуальный у них цена. Оно сам по виду. Все под стеклом, все так красиво сделано. Обалдеть! Прижет прям, тетя? Ковер, видишь? А, да. Видишь, как красиво? А вон бабушка сидит, прижет. Пойдем. Ковер прижет. А вот и продавцы ковров. Ниточки. Когда-то мы ездили на огромную фабрику, нас завозили. Ну, ты знаешь, всех туристов возят на эти фабрики. Мужик нормально на ковриках заработал, а? А, да, кстати. Вот они и коврики превращаются потом в Порше. Причем это, по-моему, не последняя модель. Обалдеть, сколько машинок. Они такие здоровские. Класс. Мотоциклы есть. Классно. Ну, есть магазин сувениров, большие тарелки. Фарфор. Как красиво. Вау. Очень красиво. Да, здесь, конечно, на весь вкус и цвет. Поднявшись по старому этому городу из порта, вы подниметесь к часовой башне. Это центр Анталии, считается. Здесь есть трамвайчики, они ходят постоянно. Лошадки. Прям как в Карловой Варе, смотрите. На остановке стоят лошади. Я думала, такое возможно, как в Карловых Варах. Ой, типа зимой тилуются. Осторожно, Ярик. Памятник в честь ознавателя. Анталии, Анталас второй. Вот, Анталас второй, основатель Анталии. А где рынок этот с золотом? Где-то там, да, недалеко? Там где-то было? А, вот здесь? Наверх идти там. Здесь тоже надо побывать обязательно. Все, кто были в Анталии. Будут в Анталии, обязательно здесь побывать. На этом рынке. Как называемые? По-другому рисуют абсолютно. Какие красивые украшения. Котятами, украшения красивые. Сувениров, конечно, валом. Камушки какие-то разрисованные. Певцы он поет. Арбат, Арбат. Ага. В общем, все как всегда. Кукуруза тут же продается. Веночки. Че так они? Тут же кожа. Каждый вечер. Здесь 8, я читала в интернете. Но, возможно, их 10, то 9, говорит. В общем, надо смотреть обязательно, действительно, во сколько. Поющие фонтаны. Говорят, очень красивое зрелище. И это тоже является достопримечательностью Анталии. Ну, и это тюрк во всех его видах в Турции. Он просто на каждом шагу. А, вон там в порт, да, видно хорошо очень? На самом деле здесь запрещено, вот там, типа, тарелки устанавливали, там, баки вот эти, которые везде. А, то есть это старый вот этот город, как он был, видео? Ну, то есть, как он был, да. Вот такие крыши, какие были? Да, вот, соответственно, такие вот его и оставили. Это вот мы по этим улочкам, вот здесь как раз мы и шли, вот по этой улочке. Вот мы оттуда вот поднялись, получается. Да. Мы оттуда мы шли. Если вам нравится со мной путешествие, ставьте лайк под видео, пишите комментарии, ставьте лайк с вами общаться, были ли вы здесь, хотите побывать вы здесь, и как вы вообще в Анталии, если вы здесь находились. Всем, как всегда, советую это место, очень классно отдыхать в Анталии. Мы всегда рады, когда мы с тобой приезжаем. И, ну, очень много людей, я знаю, ездят в Анталию. Кстати, спрашивала Сергея, кто у них ездит. Больше всего россияне и украинцы. Ну, а также очень много из Казахстана людей ездят, это я тоже знаю. И вообще страны СНГ тоже очень много ездят. Несмотря на кризис сейчас, несмотря на войну, которая в Украине, украинцев действительно много, и даже немножко больше, чем раньше ездила. Всем отличного отдыха, хорошего теплого солнышка, не слишком перегреваться, потому что мы здесь немножко перегреваемся, и побольше солнца, и отличных путешествий. С вами была Василиса. Пока-пока.